В Лондоне задержали Михаила Фридмана, основателя холдинга Альфа Групп, который у нас знают по одному из активов Альфа Банку. Это представитель уже совсем близкого к Путину круга олигархов. Из таких как раз и выстраивался рейх пляшевого полуфюрера, и они стали стержнем русского мира. Имена этих дядей как раз и являются негласным знаменем режима и звучат гордо и по-россейски. Фридман, Усманов, Ротенберг, Вексельберг – все эти замечательные господа странным образом являются долларовыми мультимиллиардерами. И вот после обеда эту новость подтвердила центральная пропаганда Московии, поэтому об этом уже можно говорить прямо, хотя и до сих пор остается некоторое удивление, от такого известия. Это не про то, что за рубежом начали брать за жабры головы такого калибра. Что-то подобного ждали давно, и процесс пошел. Более того, эти фамилии все чаще будут попадать в раздел «Криминальная хроника», а позже их начнут паковать и в родной Говини. Удивительно здесь другое. Если бы его задержали, а точнее взяли в плен где-то под Бахмутом, где он как мобилизованная здоровая особь мужского пола оказался на фронте, то это было бы необычно, но в общем логично, потому что вряд ли он пошел бы воевать добровольно. Но вот посреди Лондона это как-то не по-самурайски и не соответствует кодексу финансового воина. Нет, не Бусидо, а Финшуя. Оказывается, он не проникся призывом Путина все бросить и идти воевать, а находился в столице вражеского государства и, что еще хуже, в самом центре рассадника англосаксов. Оказалось, что занимался он там не тайной закупкой тулупов для чмобиков и не затарился пластиковыми пакетами, в которых орки едут к родственникам. Он отмывал и прятал бабло. В Лондоне по обвинению в отмывании денег задержан 58-летний российский бизнесмен. Как сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью, в рамках операции задержаны еще два человека, имена которых не названы. Арестованного россиянина также подозревают в заговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний. Второго задержанного, сотрудника резиденции бизнесмена, подозревают в отмывании денег и препятствии работе полиции. Третий фигурирует в деле об отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Все трое были отпущены под залог. Зрелище было эпическим и в операции задержания принимали участие более 50 сотрудников правоохранительных органов. Эти небожители привыкли быковать и считать себя хозяевами жизни. И поэтому, чтобы у бычка не возникло сомнений, упаковкой занималось такое количество профильных специалистов. Конечно, там не было экспрессии и драматизма, как при первых задержаниях попов РПЦ ФСБ, произведенных в Киеве. Но, как для Британии, это уже большой процесс. Бриллиантовую крутизну Путина уже начинают винтить, как скотов, связанных с наркобизнесом или работорговлей. Теперь статус неприкасаемых снят, и начался процесс возвращения с небес. Потеря статуса – это только анонс грядущей потери бабла, что они пока не могут принять. Пусть это станет для них сюрпризом.